Девушки отдыхают Локации удивил даже самих итальянцев Я знаю эту трассу, она около дома моих родителей И даже экс-коллега по группе One Direction Лиам Пейн не сдержал своей искренней радости за успех новинки Гарри Круто, может быть добавлю в свой плейлист Но в жизни Гарри Стайлза недавно случился и прокол с его машиной Она сломалась прямо у дома его фанатки по имени Теодора Семья девушки узнала певца, пригласила к себе в дом и помогла Гарри решить проблему Теодора, жаль тебя самой не было дома Я покормил твою рыбку Передай папе, чтобы связался со мной И увидимся на моем шоу Тем временем певица Граймс, родившая в мае миллиардеру Илону Маску сына, решила сэкономить на музыкантах 32-летняя исполнительница создала для малыша по имени XSH812 бесконечную колыбельную при помощи искусственного интеллекта Нейроубаюкивание генерируется онлайн через приложение Endel и опираются на записи голоса самой Граймс Я бы могла потратить 500 часов и научиться играть на виолончели, например Но лучше я потрачу 45 минут на компьютерную обработку, получу сразу что-то красивое и займусь своими делами Но, кажется, колыбельную для малыша Граймс создала, чтобы по ночам писать музыку для своих фанатов Ведь спать она предпочитает днем А вот 29-летняя американская модель и актриса Эмили Ротаковски Объявила всем своим 27 миллионам подписчиков в Инстаграм, что беременна Отцом ребенка станет ее муж и актер Себастьян Бир Макларк Удивительно, но по словам пары, они сами попросили врачей не раскрывать им пол ребенка до самого его рождения Тем временем в мире технологий люди тоже идут на эксперименты, а вместе с ними и робо-псы Группа ученых из Бристольского университета отправилась в Чернобыль на испытания своего робота-собаки Испытывать наших роботов на территории станции – это уникальный опыт, потому что условия здесь экстремальные Таким образом мы можем впечатлить возможностями нашей техники Среди этих возможностей – быстрое перемещение робо-пса по местности Инспекция и сбор данных о распределении радиоактивных материалов Что сказать, инженеры – экстремалы, а робо-пес – хороший мальчик А вот американские инженеры вдохновились не животными, а анатомией человека Они хотят построить мост по образу человеческого сустава, а еще сделать его качающимся и не сверхпрочным Именно такая конструкция, по словам инженеров, лучше держит нагрузку и более ремонтно пригодна По сравнению с неподвижными монолитными мостами Связки человека при нормальной работе держат нагрузку, а при перегрузке растягиваются Но их можно исцелить и вернуть конечности прежние свойства, не заменяя ее целиком Такой же принцип работы и у нашей конструкции Что ж, осталось убедительно доказать это мостостроителям На этом выпуск агентства хороших новостей подошел к концу Всем пока!